МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу подробностей на канале телевидения Надымских газовиков, в студии Ярослава Кондрякова. Здравствуйте. Смотрите в первой части программы. В будущее с оптимизмом и обновленным колдоговором. Вопросов много. Вопросы актуальны, особенно связанные с повышением пенсионного возраста и как повышение пенсионного возраста в рамках федерального законодательства отражается на исполнении уже коллективного договора и ПАО «Газпром», и общества «Газпром-добычных надым». В Надыме состоялась заключительная встреча главы газодобывающей компании с представителями трудового коллектива. Знания, которые могут спасти жизнь. Возникают различные ситуации в процессе производственной деятельности. С работниками могут случиться неблагоприятные события. В учебно-производственном центре выпустили вторую группу инспекторов массового обучения по оказанию пострадавшим первой помощи. В закулисе корпоративных СМИ. Общаться напрямую с сотрудником, который работает в этой профессии, и узнать, может быть, даже много чего нового. О том, как создаются корпоративные программы, газеты и журналы, узнали ученики «Газпром-класса» первой школы. Об этом и многом другом в подробностях. Завершилась череда встреч генерального директора «Газпром-добычи надым» Сергея Меньшикова с работниками предприятия. Итоговая конференция трудового коллектива традиционно прошла в Доме культуры «Прометей». В диалоге приняли участие глава муниципалитета и представители всех филиалов компании. Это седьмая в этом году конференция трудового коллектива. С начала года Сергей Меньшиков пообщался почти с полутора тысячами человек. Рекорды, итоги и перспективы – самая важная информация о работе компании. Годовой рекорд по добыче газа в 2018-м установлен. План даже перевыполнен. «Газпром-добыча надым» продолжает уверенно занимать вторую позицию по добыче углеводородов среди крупнейших газодобывающих дочек. Все перспективы на Ямале. Баваненкова, Харасовой, Курзенштерн. Из этих трех месторождений мы должны добывать почти 190 миллиардов кубических метров газа. Конференция трудового коллектива – ключевое событие года в области социального партнерства. Ее значимость еще раз подтвердил и председатель первичной профсоюзной организации Дмитрий Небесный. В первую очередь он дал разъяснение по некоторым пунктам обновленного коллективного договора, действие которого продлено на ближайшие три года. Первая группа – это изменение размера предоставляемых льгот, как в сторону уменьшения размера, так и в сторону увеличения размера выплаты по тому или иному случаю. Вторая группа изменений – это добавлены новые льготы. Третья группа изменений – это льготы, которые были исключены. Участие в таких конференциях главы Надымского района тоже становится традицией. Для Анида Идиченко вопросов не меньше, уже как от жителей города. От недостаточного уличного освещения во дворах и качества хлеба до строительства долгожданных объектов. Что касается спортивно-оздоровительного комплекса, на въезде в город стоимость контракта 220 миллионов. Контракт до 2020 года, включая 2020 год, мы перед ними ставим задачу до декабря, максимум до декабря 2019 года, мы должны спортивно-оздоровительный комплекс ввести. А в этом году районные власти более масштабно подошли к асфальтированию тротуаров. С учетом требований безбарьерной среды будут отремонтированы отрезки тротуаров по улицам пионерской полярной строителей Щербины. В марте все, кто держит путь в Салихард, смогут добраться туда, не въезжая в Надым. Открывается новая объездная дорога. На самом деле я очень довольна, поскольку на таких встречах мы получаем ответы на свои вопросы не только производственного характера, а социального, каких-то сфер, на те вопросы, что происходит у нас в городе, что происходит с нашей инфраструктурой. Действительно, очень интересна судьба нашего долгостроя спортивного комплекса, также какие изменения вносятся в коллективный договор. В пользу таких встреч уверен и сам генеральный директор. Доволен, что коллектив даже по эмоциям адекватно воспринимает задачи и ответы на вопросы. То есть это не только наигранная какая-то ситуация. Конечно, жалко, что они сами не задают из зала. Вопросов нет живого общения. Но я думаю, что, еще раз повторюсь, что это нормальная работа руководителей филиалов и профсоюзных саховым комитетом. Качество, надежность и взаимодействие. Только благодаря такой работе всех филиалов, считает глава компании Сергей Меньшиков, хорошо будет решаться общая задача предприятия. За уже проделанную работу он лично поблагодарил все коллективы. Ярослава Кондрюкова, Сергей Черков, телевидение общества «Газпром Добычи на дым». Знания, которые могут спасти жизнь. По мнению экспертов, оказать первую доврачебную помощь должен уметь каждый – и рабочий, и руководитель, и инженер. «Газпром Добычи на дым» этому уделяется большое внимание и регулярно проводится подготовка персонала. Отдельная программа разработана для инструкторов массового обучения, которые могут донести полученные навыки до своих коллег на рабочих местах. Все подробности в сюжете. Не просто владеть знаниями по оказанию первой доврачебной помощи, а суметь транслировать их в своих коллективах. Такая важная миссия возложена на инструкторов массового обучения. Необходимые навыки приобрела уже вторая группа специалистов. Возникают различные ситуации в процессе производственной деятельности. С работниками могут случиться неблагоприятные события. Поэтому одной из обязанностей работодателя является обучение работников оказанием первой помощи. Первой помощи до врачебной помощи, до прибытия соответствующих медицинских работников. В этом выпуске 14 работников из управления связи, инженерно-технического центра, но в большинстве из управления по эксплуатации вахтовых поселков. Филиала, который отвечает за быт вахтовиков и работу культурно-спортивных объектов компании. У нас место массового пребывания людей. Люди бывают разные. Оказать медицинскую помощь в первые минуты очень необходимо. По окончанию курса зачет по решению ситуационных задач. Экзаменационная комиссия проверяет знания об анатомии и физиологии человека. Приемах оказания первой помощи пострадавшему после несчастного случая или внезапного заболевания на рабочем месте. Методов поведения в случаях захвата и удержания заложников. Особенно большое место уделялось реанимации пострадавших при несчастных случаях именно на производстве. Думаю, в дальнейшем это поможет мне не растеряться в какой-то слойной ситуации и быстро оказать помощь пострадавшим. Конечно, надеюсь, что такого не произойдет. Преподавали доступно, очень понятным языком, как бы даже нам, не медикам, которые... Нам все было понятно, что мы теперь можем передать это дальше. Очень тренажер. Интересно как бы попробовать, да. Получается, что мы не всегда умеем рассчитать правильную силу, что и ребра ломаем, оказывается. Светлана Бесогонова, врач-терапевт медико-санитарной части, регулярно читает лекции показаний первой доврачебной помощи. Очередная группа слушателей на экзамене демонстрирует хорошее знание предмета. На сегодня мы увидели очень хороший результат, совместная и взаимная работа. Мне очень приятно, когда они технически показывают приемы какие-то определенные, слышать и видеть чисто медицинские специфические фразы, термины. Это очень радует, очень серьезно люди подготовились и хорошо показали себя на экзамене сегодня. Планируется обучить порядка 300 работников именно по специальности, как инструктор по оказанию первой помощи, которые будут проводить обучение. И также проводить организацию оказания первой помощи на производственных объектах. Таким образом, в более чем 10-тысячном коллективе надымских газодобытчиков будет достигнут максимальный охват работников, готовых быстро и эффективно среагировать в экстренной ситуации, а значит спасти чью-то жизнь. Больничный комплекс Баваненковского месторождения продолжает пополняться новым дорогостоящим оборудованием. Специалисты медико-санитарной части протестировали недавно прибывший на Ямал современный аппарат ультразвуковой диагностики. Он оснащен широким спектром датчиков, поэтому способен качественно проводить дифференциальную диагностику неотложных состояний. Кроме того, теперь врачи могут предложить вахтовикам максимально точное обследование сердечно-сосудистой системы. Еще одно из недавних приобретений – велоэргометр. Медицинский тренажер сканирует функции сердца при возрастающей нагрузке, позволяя выявить возможное заболевание на ранних стадиях развития. Процентный охват перед вахтовыми медосмотрами, то есть когда люди приезжают на вахту, они полностью все приходят сюда. И если у кого-то будет повышенное артериальное давление, жалобы или какие-то изменения по кардиограмме – все будет проходить данный промо. Что такое пиар, как создаются корпоративные программы, газеты и журналы, узнали ученики «Газпром-класса» во время профориентационной экскурсии в службу по связям с общественностью и СМИ «Газпром. Добыча на дым». Школьники побывали в телевизионной студии, монтажных и дизайнерских мастерских, познакомились с работой журналистов и пиар-специалистов, узнали о том, как время меняло корпоративную прессу и как сегодня формируется имидж компании «Газпром. Добыча на дым». И даже получили небольшой опыт, выясняя, какими средствами обеспечивается коммуникация с аудиторией корпоративных СМИ. К слову, ученики «Газпром-классов» и сами регулярно становятся героями статей и телерепортажей. Внимание к ним не случайно. В сегодняшних 10-11-классниках, обучающихся в рамках проекта «Газпром-класс», газодобытчики ведут перспективный кадровый резерв компании. О том, как достигается эта цель, поговорим с учеником 11-го класса первой школы Вадимом Подопригора. Сегодня он в нашей интерактивной студии. Здравствуй, Вадим. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, чем отличается обучение в профильном классе от обычной школьной программы? Обучение в профильном классе довольно сильно отличается от обычной программы. Во-первых, у нас есть профильные предметы. Это у нас математика, профильная, физика, информатика. Мы их более глубоко изучаем. Участвуем по этим предметам в олимпиадах газпромовских. И, конечно же, проводятся часто экскурсии на газпромовские объекты, где нам показывают работу разных профессий и сотрудников. А на каких объектах «Газпром-добыча надым» уже удалось побывать? И что особенно впечатлило? Мы были в инженерно-техническом центре, в УАВРе. Больше всего понравилось в инженерно-техническом центре. Рассказали про приборы, про их поверку, про то, насколько их много, многообразие приборов. Мы были на газовой заправке. Это довольно интересно, потому что это переход уже к альтернативным источникам энергии. Тем более «Газпром» занимается газодобычей. Вадим, а насколько полезным ты считаешь непосредственное общение со специалистами «Газпром-добыча надым»? Это, безусловно, очень полезно, потому что нужно знать о своей профессии будущей, пообщаться напрямую с сотрудником, который работает в этой профессии. И узнать, может быть, даже много чего нового. А в какой области газодобычи ты хотел бы работать? В результате выбора долгого специальности я все-таки остановился на инженере по автоматизации технологического процесса. Ну, понравилась мне эта специальность, потому что она очень широко направленная. Можно работать как и на газовом промысле, так и на нефтяном, и, в общем-то, на многих объектах по всей стране. Что ж, я хочу пожелать тебе и всем ученикам «Газпром-классов» успехов и достижения целей. Неделю назад в телеэфире на сайте «Газовик.Инфо» появилась очередная загадка нашей рубрики «Крупным планом». Вопрос на засыпку коллегам адресовал Сергей Поветкин, следстворемонтник Ямальского газопромыслового управления. Свои предположения пользователи высказывали в комментариях. Первым оказался Георгий Климов. Ну, а что это за детали и для чего они предназначены, узнаем прямо сейчас от автора вопроса. Эти детали применяются в насосе на ЦСГМ, называются «пита и подпятник», выполняют роль подшипника. Причем одна особенность «питы и подпятника» в том, что одна из деталей имеет пазы, благодаря которым происходит наилучшее охлаждение во время работы. Так как он очень износостойкий и при правильной эксплуатации деталей хватает практически бесконечно. Таким был ответ. Спасибо всем, кто включился в разгадывание. А следующую тему для рассуждения адресуют коллеги из медико-санитарной части. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я вам хочу загадать нашу деталь, которую мы используем. Вот она у меня в руках. Да, она достаточно маленькая. Хотелось бы знать, что за деталь, где применяется, где установлена, где стоит. Напомню, свои варианты ответа вы можете давать в комментариях под публикацией вопроса на сайте «Газовик.Инфо» и одноименных группах в соцсетях. А правильный ответ ровно через неделю. А во второй части программы вы в подробностях увидите. Болеем за наших. У нас тоже боевые настрои. Мы, как болельщики, я думаю, будем болеть за свою команду. Зимняя спартакиада «Газпрома» собрала в эти дни в уральской столице более двух тысяч спортсменов дочерних компаний. Главный северный праздник – Ямала. Мы традиционно помогаем и транспортом, и подготовкой, и охраной, и призами, и призовым фондом. Уже в эти выходные день оленевода пройдет при спонсорской поддержке «Газпром.Добыча на дым». Кошкин день первого весеннего месяца. Это, знаете, эмоции, наверное. Одного погладил, помурчал, второй подошел, помурчал. Знаете, уже вроде жизнь налаживается, уже как-то проблем меньше. Праздник – прекрасный повод взять домой питомца, сделать его жизнь лучше и самому стать добрее. Продолжаем выпуск. Почти все готово к главному северному празднику – 24-м соревнованиям оленеводов на Кубок губернатора Ямала. Это событие всегда привлекает большое количество участников, зрителей и гостей и является своего рода диалогом культур. В программе уже полюбившимся состязания по национальным видам спорта – яркий самобыдный конкурс «Кочевая семья», этнографические мероприятия для детей и взрослых, трековые гонки. Предстоящие два дня обещают быть зрелищными и эмоциональными. В этом году уникальную возможность рассказать о том, как вы увидели это событие через призму своего фотообъектива, предлагает сайт «Газовик.Инфо», запуская проект «Фотодрайв в день оленевода». Напомню, компания «Газпромдобыча надым» в свое время была инициатором соревнований оленеводов и по сей день оказывает существенную помощь в организации проведения праздника. Подробнее об этом расскажет Мария Скляренко. Еще несколько штрихов, и этот мощный красавец приобретет нарядный вид. Скоро он отправится покорять бескрайние просторы Ямальской тундры. А вот кто оседлает новенький Arctic Cat, станет ясно только в воскресенье, когда состоится самый зрелищный этап соревнований оленеводов. Традиционный специальный приз генерального директора «Газпромдобыча надым» вручается победителю в соревнованиях гонок на оленях упряжках. Традиционно этим призом является снегоход. Раньше традиционно это были бураны у нас, специальные призы. Потом сами ненцы сказали, что бураны – это уже прошлый век и уже не совсем им актуально. А приз в первую очередь должен приносить удовольствие. В этом году этот приз будет снегоход Arctic Cat. Арктическое окошко имеет мощный мотор. Широкие лыжи предназначены для движения по глубокому снегу. На сиденье легко разместятся водитель с пассажиром. Прочное ветровое стекло защитит их от встречного ветра. Снегоход производства Канада. То есть он готов к северным условиям эксплуатации. Снегоход, я подчеркну, утилитарный. Это значит, он надежный. Есть информация, что победитель прошлого года, который также получил Arctic Cat, ездит до сих пор. Машина служит ему верно, значит, наверное, наш выбор правильный. Это еще не все подарки оленеводам от газовиков. Вот таких металлических помощниц для хозяек чума уже много лет изготавливают в управлении аварийно-восстановительных работ. Печки-буржуйки делают, что называется, на совесть. Металл режется с точностью до миллиметра, а каждый сварной шов выполняется надежно. Простая конструкция, но в то же время прочная и устойчивая. Кочевники, они с места на место кочуют. Все это возлагается на плечи женщин. А женщине, чтобы было легче на сане погрузить тот же чум, те же печи. Учитывается компактность, легкость по просьбе заказчиков, то есть коренных жителей. За годы проведения праздника таких печек было сделано порядка двух сотен. В этом году оленеводы попросили восемь штук. Все они уже готовы и ждут, когда отправятся в путь со своими новыми владельцами. И все же главный подарок в День оленевода – это хорошее настроение. Свой вклад в это дело внесут связисты. Управление связи «Газпромдобыча на дым» ежегодно, не пропуская ни одного празднования, оказывает содействие в организации звукового сопровождения соревнований с помощью звукозаписывающей, радиотранслирующей аппаратуры и акустических мониторов. Мы хотим создать праздник, чтобы нас было слышно в любом конце города и сделать праздничное настроение. Огромные динамики мощностью в один киловатт каждый будут установлены на площади так, что праздник зазвучит в каждом надымском дворе. Чтобы все прошло на высоком организационном уровне, двухдневную программу проведения спортивных и культурных мероприятий обсудили в районной администрации. Мы в свое время «Газпромдобыча на дым», «Надым Газпром» являлся инициатором создания этого праздника. Мы традиционно помогаем и транспортом, и подготовкой, и охраной, и призами, призовым фондом. То есть это такое многолетнее сотрудничество, оно частично что-то меняется, но в общем-то основные какие-то такие разделения, функционалы уже все организовано, выложено, выстроено, по полочкам разложено, и каждый знает свои обязанности. День оленевода по праву называют диалогом культур. Представители разных цивилизаций научились жить по законам взаимного уважения. Для «Газпромдобыча на дым» принцип добрососедских отношений с представителями уникальной культуры в приоритете. Праздник День оленевода – это вершинка айсберга. Общество наше реализует различные программы, в том числе экологической направленности и организации переходов оленей на полуострове Ямал через Баваненковское месторождение. Традиционно у нас уже подарки есть новогодние, есть по благотворительности другие акции, которые мы осуществляем, помогая детишкам. Мы хотим слышать друг друга и взаимный какие-то обмен вопросами, проблемными вопросами, он всегда важен и в обсуждениях мы всегда принимаем участие и готовы помогать. Все, что от нас зависит, мы делаем. У «Газпром Добыча на дым» еще много новых задач по освоению полуострова Ямал, а значит и дружба с коренными народами продлится еще не один год, а ее символом по-прежнему будет ежегодный День оленевода. Мария Скляренко, Сергей Черков, Максим Плеханов. Телевидение «Газпром Добыча на дым». 27 февраля в Екатеринбурге дан старт главному спортивному событию газовиков – зимней спартакиаде «Газпром». На протяжении шести дней почти полторы тысячи атлетов из 27 дочерних предприятий энергетической компании будут бороться за первенство в шести видах спорта – мини-футболе, лыжных гонках, баскетболе, волейболе, пулевой стрельбе и настольном теннисе. Команду «Газпром Добыча на дым» представляют 36 работников компании. Первый соревновательный день принес нашей сборной впечатляющие результаты. Сразу две победы одержала команда из Надыма по настольному теннису, несмотря на то, что жребий определил для них сильных соперников. Среди лыжников гонки классическим индивидуальным стилем отличилась Оксана Бурлакова, пробежав дистанцию в два километра за семь минут. Она заняла десятую позицию в турнирной таблице из полусотни атлетов. В спринте Оксана Бурлакова стала шестой. Команда по мини-футболу показала по-настоящему красивую игру, обыграв соперников из Краснодара со счетом 7-3. На протяжении всего матча спортсмены держали уверенное преимущество, радуя болельщиков опасными моментами у ворот и забитыми голами. Свою сборную в спортивных баталиях поддерживал лично генеральный директор компании «Газпром добычи на дым» Сергей Меншиков. У нас тоже боевые настрои. Мы, как болельщики, я думаю, будем болеть за свою команду, в частности по мини-футболу. Наша команда победила. Мы неспроста имеем спортивные сооружения, вкладываем на определенные силы, нервы, средства. А тренировка этих спортсменов начинается и заканчивается поклоном, главный смысл которого в проявлении уважения. У юных дюдаистов и спангов спортивный сезон проходит активно. Они тщательно работают над техникой японского боевого искусства для того, чтобы продемонстрировать ее на серьезных соревнованиях. Захват, бросок. За одним приемом следует второй, третий и так по кругу. Без лишних движений по отработанной системе. Воспитанники Евгения Полторацкого, тренера Пангодинского культурно-спортивного комплекса «Гармония» в течение года выезжают на различные соревнования. Все зависит от накатанности, от огромного посещения спортивных соревнований, выездов. И, как говорят, чтобы выигрывать, начать, нужно больше бороться в чужом зале. Всевозможные кувырти помогают освоить навыки группировки в процессе падений, а умение слушать тренера делает занятия более продуктивными. Ребята, выбравшие мир боевых искусств, хорошо это знают. Для начала нужно хорошо размяться и хорошо проводить. Делать все, что говорит тренер, и выполнять все хорошо. Стараюсь не пропускать тренировки, выкладываться в полную силу на тренировках, чтобы выступить отлично. Главное – иметь желание тренироваться и идти к своей цели, несмотря ни на что. Каждый день мы выполняем множество бросков для того, чтобы в будущем стать призером на каких-нибудь важных соревнованиях. В графике будущих поездок значатся «Нады, Муренгой, Екатеринбург». Встречи с соперниками дают ребятам, выбравшим дзюдо, самое ценное в совершенствовании спортивных и соревновательных навыков, опыт и чувство уверенности. Светлана Атусида, Сергей Черков, телевидение «Газпромдобыча на дым». В первый день первого весеннего месяца в России отмечается День кошек или Кошкин день. По некоторым данным, этот праздник был организован Московским музеем кошки 15 лет назад. В этот день принято баловать своих мурлыкающих питомцев, угощая их различными деликатесами, почесывая за ушком и всячески оказывая им внимание и любовь. Героиня нашего следующего сюжета, руководитель группы медико-санитарной части Анна Пелюгина, делает то же самое и не только по праздникам. Шесть лет назад Анна с мужем завели домашнюю рысь. Именно так они назвали маленького желтоглазого котенка, который сразу стал членом семьи. Любви к хвостатым было настолько много, что подарить ее она захотела и другим животным и стала волонтером Центра помощи бездомным животным «Лучик». В моем восприятии, что мне просто хочется прийти и оказать помощь. У меня есть эта возможность. У меня найдется час-полтора времени, даже при всей загруженности. Но я постараюсь то, что я обещала, то, что я хочу, то, что мне нравится сделать. С тех пор в семье Пелюгиных появилось еще два члена семьи – кот Феликс и кошка-кукла. Их Анна подобрала в подъездах еще маленькими. Чем отличают приютских котов? Тем, что они, если входят в семью, они стараются максимально отдаться, максимально стать ласковыми, такими хорошими, показать себя с наилучшей стороны, что посмотрите, какой я хороший, какой я замечательный, ну, дайте мне второй шанс. По примеру Анны, второй шанс таким животным дали ее сестра и мама. За время волонтерства соблазн помочь брошенкам возникал у Анны Пелюгиной не раз, но вовремя подключались разум и рационализм. Сможешь ли ты им обеспечить достойный уход, и что у тебя будет в квартире, какие могут быть нюансы их содержания. Кошка считается одним из первых животных, которых приручил человек для борьбы с грызунами. Со временем сотрудничество переросло в дружбу и взаимную любовь. Этим животным посвящены стихи и книги, в их честь устанавливают памятники. От них, знаете, эмоции, наверное. Одного погладил, помурчал, второй подошел, помурчал. Знаете, уже вроде жизнь налаживается, уже как-то и проблем меньше, да и на работе все хорошо. Правда, что они лечат? Мне кажется, что да, потому что когда возникают какие-то головные боли или что-то еще такое, ну, как бы плохое самочувствие, по крайней мере, животное подходит, оно, может, даже свои ауры, может, потому что мурчит, я не знаю, я как бы не медик сама по себе, поэтому, ну, мне кажется, что да. И может, Кошкин день – прекрасный повод для того, чтобы взять домой питомца, сделать его жизнь лучше и самому стать добрее. Конечно, не бояться позвонить на горячую линию в приют, а если как бы в соцсетях люди сидят, и вообще это общеизвестный телефонный номер. Договориться о встрече, прийти, посмотреть, погладить, кто на тебя посмотрит, как вы друг на друга посмотрите. Я думаю, непосредственно друга всегда можно найти себе, и, ну, кошку по характеру. Весна идет, весне дорогу. Хотя для нашего региона характерна долгая зима, все же на календаре 1 марта. Что связываю с наступлением весны на Дымчане, узнаем в первый день весны из нашего еженедельного опроса. Тепла, настроение, да, всего, чтобы все были живы, здоровы и было хорошее настроение. За тепла бы поскорее уже холод забордался. Тепла? А что еще? Чтоб она поскорее наступила. Пробуждение природы. С красотой. С красотой, да. Ну, опять же, тепло, добро, любовь. Расцветает все, как природа, так и люди оживают. Это чудо, это прекрасно. Запах цветов и все такое. Вот, что значит весна. Любви мы ждем все. Раньше это с цветами ассоциировалось, а сейчас со снегом. Отпуск у меня 18 марта. Вот с тем и ассоциируется. Надежды самые хорошие, только позитив должен быть у человека. По-другому нельзя. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. Я поздравляю вас с наступлением календарной весны и желаю побольше теплых, солнечных и счастливых дней. Не забудьте поболеть за самых ловких, быстрых и сильных на соревнованиях о линии вода в ближайшие выходные и рассказать об этом на сайте газовик.инфо. Увидимся через неделю в этом же месте. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова